Всем привет друзья, с вами как всегда я Илья Айнекст и сегодня будет необычное видео в разговорном формате. Мы посмотрим на рынок видеокарт как на бул рынке, так и в магазинах. Я вам расскажу что стоит брать, а что нет. Сразу предупреждаю, то что я высказываю свое мнение, оно может не совпадать с вашим. Ладно, поехали. Начнем с самых дешевых видеокарт, которые можно рассматривать для игр. Итак, видеокарты 500, 600, 700 линейки мы не рассматриваем, так как на них уже не выходят современные интровера и проще будет посмотреть и купить что-то поновее. Бюджет до 5000, тут вообще не разгуляться. Магазин мы не рассматриваем, смотрим только на вторичку. Так, сразу же видеокарты от AMD, такие как RX 470, 480, RX 570, 580, как на 4, так и на 8 гигабайт брать можно. Но эти видеокарты самые популярные среди майнеров, поэтому надо их очень тщательно проверять. По ценам тут все по-разному, до 5000 рублей, в принципе, можно найти живой вариант на 4 или на 8 гигабайт. Но опять же скажу, надо смотреть на продавца, на его профиль, все тщательно проверять, тогда вас точно не обманут и вы будете пользоваться хорошей видеокартой. Что по поводу Nvidia. Тут подойдут нам такие карты, как GTX 950, GTX 960, GTX 970, если повезет, рубать за 5000. Но лучше посмотреть в сторону GTX 1050 и 1050 Ti, так как эти карты более современные и шанс то, что она будет живая, намного больше. Тем временем наш бюджет растет и мы посмотрим варианты до 10 тысяч. Опять те самые AMD RX 570, 580, только уже на 8 гигабайт видеопамяти, которые в принципе брать можно. Эти карточки достаточно хорошо показывают себя в играх за этот бюджет. У Nvidia это 1060 на 6 гигабайт и 1070 на 8 гигабайт. 1060 до 10 тысяч рублей не сложно найти на Авито, но 1070 надо будет поискать. Так как эти карты уже не слабые и не слабо так греются, надо понимать, что помимо цифр, которые написаны в тех характеристиках, надо еще и нормальное исполнение брать. Поэтому я вам с этим помогу. Чтобы не тратить время видео, я вам скажу варианты, которые стоит брать. То, что я говорю, это брать стоит. То, чего я не называю, брать не стоит. Среди AMD RX это Sapphire, Asus ROG Strix и Gigabyte Aorus. Среди Nvidia, опять же, Asus ROG Strix, Gigabyte Aorus, PolyJetStream, PolyGamerog и GameFade 2. Едем дальше. Бюджет до 15 тысяч. Тут уже подключается магазин. И опять же, RX 580 на 8 гигабайт, только с гарантией. Хорошая современная карточка GTX 1650 на 4 гигабайта или GTX 1650 D6 с теми же 4 гигабайтами на DDR6 память. Если вы собрались эту карточку покупать, то переплачивать за DDR6 не стоит, берите по наличию. GTX 1050 Ti за 14 тысяч брать точно не надо. И такие карты, как GTX 1030, RX 550 не надо брать, так как за свою цену они плохо себя показывают в играх. На вторичке появляются такие карты, как RX 5700 XT, GTX 1080, GTX 1080 Ti и так далее. Эти карты брать не стоит. Это те видеокарты, которые прожили две волны майнинга. И живую карту найти очень сложно. Я сейчас не говорю то, что эти карты говно. Если у вас такая стоит в компьютере и работает отлично, то прекрасные карты. Но как я могу рекомендовать своим подписчикам покупать если карты, если это опасно. И в 85% случаев можно купить мертвую карту. Также видеокарты от Intel я думаю пока что рано брать. Так как это недавно вышедшие карты, из оптимизации и драйверами у них пока что все плохо. Думаю на этом бюджете долго задерживаться не стоит. И мы переходим к бюджету 20 тысяч рублей. Тут сразу на боу рынке нас встречают такие карты как RX 6600 XT, RTX 2060 Super и RTX 3050. Из новых можно посмотреть на такие карты как GTX 1660. Отличная карта, подойдет как для игр так и для работы. Едем дальше. Поднимаем нашу планку сразу до 30 тысяч рублей. В этом бюджете смотрим уже новые карты. Редко будем заглядывать на авито. Опять та же самая RX 6600, только уже за 25 тысяч рублей. 2060 из магазина мы не рассматриваем. На боу рынке за 25 тысяч можно спокойно брать RTX 3060 и RX 6700 XT. Если будете брать RTX 3060 Ti, остерегайтесь памяти Хьюникс. И наконец самая лучшая карта до 30 тысяч рублей это RX 6600 XT. Но на авито за 30-32 тысяч можно взять офигенную универсальную карту RTX 3070, которая сейчас стоит в моем компьютере и радует меня каждый день. Но за 33-35 тысяч уже можно найти RX 6800 на 16 гигабайт. В бюджете до 40 тысяч есть RX 6700 XT, которая конкурирует с RTX 3060 Ti. Но мне кажется, что лучше за эти деньги пойти на авито и купить RTX 3080 или 6800 XT. Я больше конечно топлю за Nvidia, но не отрицаю того, что в некоторых случаях стоит брать AMD. Дальше идут из новых карт такие как 3080 и так далее. Предлагаю сразу перескочить и посмотреть на новые линейки видеокарт. Родионы мы вообще не рассматриваем новые линейки, у них получились плохими. Полетели. Если бюджет до 80 тысяч, берем любую 4070 Ti. Если бюджет сотка и выше 4080 и самый топ 4090. Вот наш рынок видеокарт и подошел к концу. Предлагаю подвести какие-никакие итоги и какие видеокарты лучше брать в таком-то или таком-то ценовом диапазоне. Бюджет до 5000. Лучшая карта RX 570. До 10 тысяч RX 570 580 на 8 гигабайт. Или GTX 1060 на 6. До 15 тысяч GTX 1070 или 1660 Super. До 20 тысяч RTX 2060 Super или RX 6600. До 27 тысяч спокойно берем RTX 3060 Ti или RX 6700 XT. За 30 тысяч и выше RTX 3070. До 40 берем 3080. И дальше идет рынок новых видеокарт. Что ж, я надеюсь вам понравилось это видео. Вы поставите лайк, подпишитесь на мой канал, напишите комментарий, так как это очень сильно мне помогает и продвигает мой канал. Ну а я вас всех люблю. Покупайте хорошие видеокарты, собирайте крутые компьютеры. Ну а пока что мы с вами прощаемся. Но ненадолго. Скоро будут новые видео. Всем удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok